Всем привет, народ! Меня зовут Сергей. Урок номер три. Вопрос номер тринадцать. Режиссеров и польские режиссеры. Агнешка Холланд. Фильмы «В темности» в 2012 году, номинованный до Оскара. Анджей Вайда. Фильмы «Веселый», «Пан Тадеуш», «Жемя Абецанна», «Катинь». Роман Поланский, пианиста. Ежи Хоффман. Битва Варшавская, 1920-го року в 3D «Огнем и мечем». Агнешка Холланд. Фильм «В темноте» в 2012 году, номинованный на Оскар. Анджей Вайда. Фильм «Веселый», «Свадьба», «Пан Тадеуш», тоже есть такое произведение по книге. «Земя Абецанна», «Земля Абецанна», «Земля Абецанна», «Земля Абецанна», переводится. «Катинь» — это, понятно, город, это трагедия. Роман Поланский, пианиста. Ежи Хоффман. Битва Варшавская, 1920-го года в 3D. Ну, это тоже фильм. Но Ежи Хоффман — это мощный режиссер. «Огнем и мечем». Это фильм, который снимался вместе с Украиной. И там это про Богдана Хмельницкого. Это известный фильм, все об этом фильмы знают. Следующий, 14-й вопрос. «Знания польских актеров». Известные польские актеры. Пётр Адамчук, Мачий Штух, Агнешка Дегант, Магдалена Целецка, Анна Дымна, Михал Жебровский, Мачий Закосчельный. Опять же, тут ничего не расписано про актеров. Ну, можете посмотреть и запомнить. Ну, прям всех, вряд ли вы запомните всех актеров, если вы с ними фильмы не смотрели. И тем более, если фильмы вам не понравились. Ну, я думаю, это понятно. Я в простых видео рассказывал, что, в принципе, не обязательно всех польских актеров знать. Ну, просто знать известных актеров. Про этих можете почитать, посмотреть там их фотографии, чтобы хотя бы увидеть их. Если вы не знаете, что, чего, кто. Вопрос номер 15. «Польские фильмы, яки пан-пани зна». Какие вы знаете польские фильмы? «Сами свои». Старо-польская комедия о часах повоенных, о вальце между сонсиадами. «Сами свои». Старо-польская комедия о послевоенных годах. Рассказывают о войне между соседями. Ну, это, я так понимаю, скажем так, ну, кайдашева семья, типа, да. Ну, типа, ну, в общем, ты такой, ну, я думаю, все что-то такое знают, да. Типа, там, программ каких-то даже школьных, типа, о войне между соседями. Они тоже, я думаю, этот фильм, типа, посмотреть, ну, он будет, ну, это ржачный будет фильм. Реально, сейчас, если включить, то можно будет, ну, проорать 100%. Сами своё. Следующий фильм. «Четыре. Панцерни и пес». Представил военные лосы, дельные зоологи Чоу-Гуруды и Пса-Шарика. «Четыре танкиста и собака». История о военных судьбах экипажа танка-рыжий и собаки-шарика. Я вот, не знаю, это про тех, про тех, что там, ну, про тех, что, типа, это, что в советах были, типа, ну, это тех времён, наверное, фильм. Или это что-то старше, а советы просто украли. Ну, просто непонятно, что есть операция и вот это, это, что они, типа, скоммуниздили, советы скоммуниздили, где-то там, короче, вообще вдруг, ну, типа, они уже там сняли, уже посмотрели, а потом этот пересняли, типа, на свой лазер, типа, это наш фильм. Ладно, ну, это надо посмотреть. «Четыре. Панцерни и пес». Следующий фильм. «Знахор». Фильм о лосах гениального хирурга Рафаэла Вильхура. В жичу богатыра, появящая трагедия и дословне в шишской измене. Его жена идти и забирать за собой цюрку. Фильм «Знахорь». Фильм о судьбе гениального хирурга Рафаэла Вильчур. В жизни главного героя происходит трагедия, и это меняет буквально всё. Его жена уходит и забирает с собой дочь. Следующий фильм. «Бабанг». «Бабанг». Типа «Вабанг» называется. «Бабанг». Фильм о вендрувце благосбира Хенрика Квинто, который по регулярным звенжения есть с детерминованной безангаживающей в деятельность шестенца. Фильм «Вабанг». Фильм о скитаниях бывшего вора Хенрика Квинто, который после очередного выхода из тюрьмы твёрдо решает завязать с преступной деятельностью. Фильм «Бабанг». Вот так. А фильм вообще всё-то не там, наверное, вабанг. Что-то там банг какой-то и грабанули в конце, по-любому. Следующий фильм. «Катынь». «Катынь» – это мы возвращаемся назад. «Катынь» – это Анджей Вайдерца снимал. «Катынь». Фильм «Бабанг». о событиях, непосредственно связанных с Катынским расстрелом в период Второй мировой войны. Сюжет фильма составлен из четырёх линий. Рассказывать о четырёх расстрелянных в ходе этого военного преступления офицеров и об их семьях, через судьбы которых и показан весь ужас, который проходил в стране с 1939 по 1945 год. Следующий вопрос. Просе вименять три повстанья в Польске и в каких латах они были. Назовите три повстанья в Польше. Костюшковский. Прочивка Росії, Пуздній и Пруссом трвала от 24 марта до 16 листопада 1794 року. Костюшковский. Костюшковский. Не, ну оно типа пишется Костюшковский. Костюшковский. А тут перевод оно типа пишет Костюшковский. Вот так, да, типа. Ну а так Костюшковский. Костюшковский. Костюшковский против России, потом Пруссии, длилась 24 марта по 16 ноября 1794 года. Следующий вопрос. Костюшковский. 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 Дальше, следующий вопрос, 17-й. Проще выменить традиционные польские потравы. Назовите национальные польские блюда. Бигас, котлет схабовый, пироги, колонки, журек, зубок, жибово, росу, тяста, перник, шарлотка, серник, бабка. То есть, все есть тяста, тястечка. Перник, шарлотка, серник, бабка. Национальные польские потравы. И тут перевод цих названий. Бигас, отбивная, ну, схабовый, типа отбивная, свинная. Вареники, голубцы, журек, грибной суп. Рассол, сладкое, перник, шарлотка, сырник, бабка. Что за голубцы, что за голубцы? Перевод. Пироги, голубцы. Пироги, это пироги, ну, пироги, это типа, там, скажем, ну, не пельмени, но, как вареники, да, вот, вот так, наверное, правильно, больше на вареники, а не голубцы, же, же, что-то как напереводят тут. Или подожди. А, голубцы, ну, да, типа, да, голубцы. Ладно, то я, то мой, мой фейл. Так, идем дальше. 18 вопрос. Войны святовые, кеды выбухли? Мировые войны, когда случились мировые войны? Первая война святого, 28 липца 1914 года по 11 листопада 1918 года. Первая мировая война, начало 28 июня 1914 года, конец 11 ноября 1918 года. Вторая мировая война, 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. Опять же, да, ну, напоминаю, кто не знает, что, типа, Вторая мировая война началась с нападения на Польшу. И, якобы, там, ну, якобы, и, в общем, по советским книжкам, да, типа, она, как бы, это не считалось, типа, да, что, типа, это не считалось, была такая война, там, допустим, ну, мировая, называют Великое Отечественное, ну, короче, типа, ну, понятно, да, что, ну, замыливание, типа, было, такая политика партии и так далее и тому подобное. Вот, поэтому, вот, эти даты выучите, то есть, чтобы вы знали, когда началась Вторая мировая, когда началась Первая, когда они закончились. Следующий вопрос. Кем был Казимиш Велки? Кем был Казимиш Велки? Велки, Велки, Велки. Был кролем от 1333 года, кто же застал польскому древняну, а позаставил муравану? Сын Владислава Лакетка, остатник из династии Пястов. Был королем с 1333 года, он застал Польшу деревянной, а оставил кирпичную. Сын Владислава Лакетка, последний из рода Пястов. Проще выменить польских комп... 20 вопрос. Проще выменить польских композиторов. Назовите польских композиторов. Фредерик Чопин, пианиста и композитор польский. Фредерик Шопен, польский пианист и композитор. Кшистоф Пендерецкий, композитор и диригент. Кшистоф Пендерецкий, композитор и диригент. Станислав Манюшко Польский композитор, диригент и педагог Станислав Манюшко Польский композитор, диригент и педагог Вопрос номер 21 Проще выменить Польских маляжов И по два титула их дел Перечислите Польских художников И по два названия их работ Ну опять же, возвращаемся Чисто к моему мнению На эту всю тему, потому что, ну ребят Я сейчас подойду и буду спрашивать у поляков Но если кто-то там Действительно что-то назовет И не перепутает, то Это будет уже Хорошо, потому что Если вы не интересуетесь Искусством Художниками, работами Какими-то картинами То трудно будет вам Ответь не только вам А всем людям Потому что, ну Вот тут только Квадрат Малевич Вот тут только все и знают А так вот Микеланджело, Монализа Вот и все Закончились на этом Картины известны Ладно, идем Первый Ян Матейко Алхимик Судзивой Битва под Грунвальдом Вот это, кстати, нелегко Ян Матейко Битва под Грунвальдом Второй Эльжбетта Мозиро Ангел Милощи Ангел Надежды Ангел Милости Ангел Надежды Тут перевода нету Я тоже буду без перевода Тут сейчас Все Я вставлю сюда Если надо Прогуглите Напишите И прогуглите Эти картины Хоть посмотрите Карол Хиллер Деж Композиция О Анджей Грабовский Портрет Антонего Курзавы 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 И автопортрет Мартин Яблонский Портрет Сына И девчина С снеданем На Тац А, ну так Иду дальше Перевод есть Первый Ян Матейко Алхимик Синдзивой Грунвальдская Битва Второе Эльжбета Мозиро Ангель Любви Ангел Надежды Кароль Хиллер Дождь И композиция О Анджей Грабовский Портрет Антоний Курзавы И автопортрет Мартин Яблонский Портрет Сына И девушка С завтраком На подросе Так Идем дальше 19 минут Последний вопрос На этот урок Вопрос номер 22 Яки Печни Патриотичные И пасенки Войсковы Пан Панезна Ну я думаю Тут уже надо Будет постараться Вот эти все песенки Как минимум Прочитать Оно отложится И тут Первая песня Червоные маки На Монте-Кассино Ну это тоже Это будет Ну это тоже вопрос Про Монте-Кассино Вам спросят Ну возможно Спросят Меня не спрашивают Но это тоже история Первое Червоные маки На Монте-Кассино Друга Честь Польские земли Дивизион 603 Четвертый Пенькна Наша Польская Цела Красные маки На Монте-Кассино Привет Польской земле Третья эскадрилья А вот Третья Эскадрилья 303 И четвертый Красивая Наша Польша Итак 20 минут Уже прошло Этот урок Закончен Обязательно Подпишись И До встречи На следующем уроке Третья эскадрилья Третья эскадрилья